Приветствую вас, дорогие друзья! Этот ролик продолжение цикла роликов, которые я снимаю в помощь предпринимателям, ну и также сотрудникам различных сфер, которые сейчас подвержены, собственно, либо потере рабочего места, либо частичному сворачиванию бизнесов вследствие эпидемии, карантина, ну и всех текущих событий. Есть большой ролик, где я даю общие рекомендации, он будет сейчас выведен в качестве подсказки в этом видео. А в целом, сейчас я дам конкретные рекомендации о том, что делать во время карантина и эпидемии, йога, фитнес-тренером. Это также сейчас очень пострадавшая категория нашего населения, потому что все фитнес-залы закрылись и, соответственно, сейчас невозможно проводить занятия. Однако в то же время данной категории людей в принципе достаточно легко можно выйти в онлайн-пространство. И это для них, скорее всего, даже будет очень позитивным фактором, потому что все-таки есть индивидуальные занятия, и можно будет работать индивидуально с людьми из других городов, из других стран даже. Соответственно, это очень в какой-то степени плюс большой для них. Ну и минус, конечно же, что потерялся поток клиентов, который был непосредственно в спортзале, в фитнес-центре. Начнем с рекомендаций. Первое. Это аккумулируйте аудиторию максимально. То есть у вас определенно есть телефоны ваших клиентов. Сейчас постарайтесь всех их собрать в один список. Создайте общий чат, вайбер, в телеграм, так и назовите там клиенты или там занимаемся вместе, вот что-то такое. Там проинформируйте ваших клиентов о дальнейшей деятельности. То есть обязательно анонсируйте, что вы переходите в онлайн-режим, что вы даете индивидуальные занятия в онлайн-формате. То есть есть ряд упражнений, да, что в йоге, что в фитнесе, что даже если говорить о тяжелой атлетике, все равно есть ряд упражнений, которые можно выполнять дома. И в принципе человек, приобретя, например, гантели, может все равно поддерживать себя в форме. А вы можете помогать ему и проводить индивидуальные занятия по скайпу, ватсапу, неважно, то есть по любому мессенджеру, который поддерживает видеосвязь. Собственно, поэтому ни в коем случае не бросайте ваших клиентов, соберите их в одну базу и проинформируйте о том, что вы продолжаете работу, но на дому. Далее вам нужно активизировать работу во всех социальных сетях. У вас есть ваш личный контент, то есть ваша физическая форма. И вы можете записывать бесконечное количество контента, вы можете давать упражнения, вы можете рассказывать о правилах здорового питания и так далее. То есть насыщайте ваши социальные сети необходимым контентом для ваших пользователей, для тех, кто сможет в дальнейшем заказать у вас индивидуальную консультацию, где вы пропишете либо спортивную программу человеку, либо программу питания. Это ваш текущий доход, то есть в текущей ситуации нет других альтернатив, к сожалению. Также во время карантина стоит понизить цены до приемлемого уровня. То есть понятно, что все экономят сейчас. И поскольку вы работаете онлайн, вы можете работать не настолько вовлеченным, то есть вам уже не нужно ехать в спортзал, тратить на это время и так далее. Вы можете практически сразу выходить в онлайн и осуществлять индивидуальные консультации. То есть можно немного снизить цену. Ну и в принципе ваши клиенты вам сами подскажут, какая цена для них приемлема. И собственно благодаря этому также вы можете даже тех, кто сейчас не готов был сделать индивидуальную консультацию, все равно к ней склонить. Постоянная связь. Очень важно как раз для тренеров, для всех, кто практикует такой род деятельности. Потому что все в любом случае с карантином, без карантина следят за своим здоровьем. Кстати, тренд на то, чтобы следить за своим здоровьем во время карантина, он усилился. То есть люди вспомнили о том, что нужно иммунитет укреплять, что нужно витамины принимать и так далее. Ну и конечно же следить за своей физической формой. Поэтому сейчас как раз активность в этой области она завышена. И соответственно вы можете в онлайн режиме проводить какие-то утренние, вечерние, дневные зарядки, упражнения. Делать это на платной основе, бесплатно. Может быть на основании донатов. То есть отправьте там кто сколько хочет, кто сколько сочтет нужным. Вот карточка. Это нормальная практика абсолютно. То есть я давал такую рекомендацию. И в принципе она действительно хорошо работает. Хотя есть какой-то предрассудок у людей, что донаты это же как милость. У нее попросить нет. Абсолютно нет. Вы можете иметь полное право как бизнес-единица объявить о том, что вы даете какую-то услугу и каждый имеет право сам определить, сколько он готов за нее заплатить. Это нормальная практика. Также организуйте расписание индивидуальных занятий и анонсируйте его в режиме онлайн. То есть можете сделать Google календарь открытым. Можете просто в Instagram Stories писать, что там есть свободное время еще с 14 до 15, с 17 до 18, чтобы опять же мотивировать людей записываться к вам на индивидуальные занятия и показывать, что есть спрос, что у вас время забирается. То есть вы и напоминаете людям о том, что существуют индивидуальные занятия и также показываете, что спрос на них есть. Это важно делать. И делайте это в ваших социальных сетях. Также найдите подработку. Это сейчас возможно сделать, даже несмотря на текущую ситуацию, потому что есть несколько сопутствующих факторов. Во-первых, сейчас все магазины, магазины одежды переходят, не только одежды, очень большое количество магазинов сейчас в срочном режиме развивают свою онлайн-площадку. Соответственно, в том числе магазины одежды переходят в онлайн. Это могут быть и Instagram-магазины, так и реальные магазины одежды со своими сайтами, интернет-магазинами и так далее. Поскольку у вас отличная физическая форма, вы в принципе можете стать фотомоделью, потому что для интернет-магазина обязательно нужны фотографии той же одежды, или обуви, или того, что они продают. А чтобы сделать качественные фотографии, им нужны хорошие фотомодели. В принципе, если ваша форма позволяет, вы можете таковыми стать и на этом зарабатывать дополнительные деньги. А сейчас, поскольку вся торговля перешла онлайн, спрос на фотографии товаров также вырос. Конечно же, во время социальной активности можете практиковать донаты, как я уже сказал. И также не забывайте о том, что у многих производителей спортивного питания, витаминов и так далее, существуют партнерские программы. Вы можете вашей аудитории рекламировать действительно качественные продукты, которые проверены вами, и в рекламе давать партнерскую ссылку и все последующие покупки. То есть это может быть даже партнерская ссылка магазина тренажеров, например, или гантель, где люди смогут приобрести себе гантели для домашних занятий. И после перехода по этим ссылкам вы получаете определенный процент от покупок, от прибыли за покупки, которые сделал пользователь. Подробнее про партнерские программы можете у меня спросить, я вам расскажу. Но в целом это хороший инструмент для того, чтобы дополнительно заработать на ваших аккаунтах в социальных сетях. Если вы будете рекламировать качественные товары, никто от этого, конечно же, не пострадает. Также организуйте флешмобы, то есть привлекайте максимальное внимание к вам, к вашим занятиям. Соответственно, на флешмобах вы можете организовывать конкурсы среди ваших клиентов или просто подписчиков, то есть кто там отожмется сегодня больше всех раз, тот получит бесплатное индивидуальное занятие, ну и так далее. То есть придумывайте различные форматы, может быть, кто дольше всех простоит в планке, там планка соревнования, да. Люди будут вовлекаться в этот процесс, это интересно, это помогает держать себя в форме, это мотивирует. Поэтому организуйте подобные флешмобы или можете просто организовать определенные челленджи, то есть кто в течение всего карантина будет каждое утро стоять в планке, вот что-то подобное. Может быть, не обязательно даже с призами, потому что такая социальная активность, она в принципе мотивирует людей просто общаться на базе чего-то, развиваться и несет позитивный посыл в текущее время. Ну и, собственно, конечно же, мотивируйте аудиторию, вселяйте уверенность. Сейчас все боятся заболеть, все следят за своим иммунитетом, напоминайте о пользе спорта, о пользе работы со своим телом для здоровья, для укрепления иммунитета. Соответственно, опять же, призывайте людей делать зарядки и так далее. Мотивируйте вашу аудиторию, она будет вам за это признательна. И, конечно же, как я даю рекомендации практически всем предпринимателям, всем специалистам сейчас, придется научиться развлекать людей. В социальных сетях, как правило, превалирует развлекательный контент. Поэтому, несмотря на то, что не у всех есть способность быть смешным и так далее, этого не требуется. Требуется именно развлекать людей, то есть предлагать им новые форматы, предлагать им какие-то новые интересные мероприятия, которые будут для них в новинку, вовлекать их в какую-либо активность, особенно групповую. То есть сейчас есть мессенджеры вроде Зуна, ну, то есть не мессенджеры, а приложения для создания конференций, где может подключаться там и 20, и 30 участников. Возможно, вовлекать людей в такую активность, чтобы все вместе делали утреннюю зарядку, все вместе друг друга мотивировали, или все вместе привыкали к тому, чтобы просыпаться рано, ложиться вовремя и так далее. То есть продумывайте такие форматы, которые будут интересны для ваших клиентов, для ваших последователей, учеников, подписчиков, и в максимальной степени старайтесь аккумулировать аудиторию вокруг себя. Пока не открылись спортзалы, пока не прекратился карантин, единственное, что вы можете делать, это аккумулировать аудиторию, вовлечь ее в ваши мероприятия и в максимальной степени постараться развлечь, для того, чтобы в долгосрочной перспективе вся эта аудитория превратилась в ваших постоянных клиентов. Желаю вам успехов в этом и надеюсь, что мои рекомендации помогли в какой-то степени решить ваши проблемы в условиях текущей эпидемии карантина. Благодарю за внимание.